Привет! Ты смотришь ВОК Академия на канале Универссмотри. Самое модное высшее образование с доставкой на дом. Мы докажем, что обладая знаниями, можно создать совершенно любой имидж и измениться до неузнаваемости. Меня зовут Леонид Спартан, и мы начинаем. Наша первая героиня обещает быть хорошей ученицей, ведь о ее любви к познанию и саморазвитию говорит хотя бы то, что она является аспиранткой Казанского университета. Мы идем в гости к будущему светилу российской науки, Анастасии Валерьевой. Сейчас мы ее немножко удивим. Заходим. Что происходит? Молодой человек, вы кто? Не пугайся, эти фотки только для нас, чтобы ты потом увидела свое преображение. Меня зовут Леонид, это ВОК Академия. Ну что, давай ближе знакомиться и узнавать друг друга. Чем ты увлекаешься, чем занимаешься, сколько тебе лет? Мне 23, я учусь в аспирантуре Казанского федерального университета. А какое-нибудь хобби у тебя есть? Конечно. Я очень люблю ходить на фитнес, я очень люблю смотреть кино. Так, интересно. Может, возьмем за основу кого-нибудь кинозвезду? Каких ты любишь кинозвезд? Я очень люблю американское кино. Даже ничего не приходит в голову сразу, потому что очень много красивых женщин в Голливуде. Но, возможно, Джулия Робертс, Сандра Буллок, Робин Райт. Предлагаю примерить тебе образ настоящей кинозвезды. Это будет очень приятно. ОК? Погнали. Привет, феечки. Привет. Вы не представляете, кого я вам нашел на первый выпуск. Она занимается наукой и обожает кинематограф, и при этом имеет модельные данные. Да, действительно, она очень высокая и стройная. Но прическу бы я ей поменяла. И поменяешь, ты ей все поменяешь. Мы все все ей поменяем. Мы сделаем из нее просто безумные красавицы. Вы как? Мы за. Кино, говоришь? Предлагаю сделать фотосессию в стиле Голливуд. Хорошая идея. Если Голливуд, то кто? Роковая Моника Белуччи, нежная Адри Фаберн или сексапильная Мэгган Фокс? Но, думаю, без сексапильности точно не обойтись. Посмотрите на ее фигуру. Какое декольте она обязана его показывать. Уверена, что большую часть времени она проводит на работе со скучными нарядами и, конечно же, своими любимыми джинсами. После холодной зимы ей пора сменить свой образ. Поменять кудряшки на шикарные локоны. Ну, раз уж столько страсти, то предлагаю сделать классический голливудский макияж. Брови, стрелки и, конечно же, акцент на губы. Мне уже не терпится это все с тобой делать. Супер! Но тогда мы не будем затягивать процесс. Я звоню Тане, и мы идем подбирать ее платье. Платье, и, конечно же, дневные образы. Тань, ну у нас сегодня очень непростой случай. К нам на передачу пришла действительно категоричная героиня. Она действительно очень высокая и стройная девушка. Но, к сожалению, застряла в одном образе. А чем она увлекается? Ну, Настя, у нас киноман. Джулия Робертс, Моника Белуччи. Самые ее любимые актрисы. Я думаю, у меня уже есть идеи на ее счет. Отлично, я знала, что ты мне поможешь. Но тогда я не буду тебя отвлекать. Побегу выбирать вечерние варианты для нашей заключительной фотосессии. А тебя оставляй с нашими зрителями. Когда мы просматриваем фильмы с любимыми актерами, мы всегда обращаем внимание на то, как они одеты. Но бюджет звезд всегда кардинально отличается от бюджета обычного покупателя. И я вам докажу, что в магазинах нашего города можно одеваться ничуть не хуже звезд по ту сторону экрана. Анастасия – очаровательная и романтичная девушка. Ее любимой актрисой является Джулия Робертс. И ее легкий, воздушный и женственный образ я взяла за основу. Я предлагаю рассмотреть комплект, включающий в себя легкое романтичное платье, уютное теплое пальто и, конечно же, аксессуары к ним. К примеру, в повседневности вы можете использовать этот комплект вместе с такими ботильонами. А на выход – вот такие изящные красивые лодочки. А если вы обладательница такой же фигуры, как и наша героиня, и у вас изящная тонкая талия, то этот комплект идеально потерпнет ваше достоинство. Долой серый и однообразные офисные фасоны. Принесите красок, цвета в свой повседневный образ. Ведь наступила, наконец-то, весна. К примеру, рассмотрим этот комплект, который представлен в виде двубордного жакета и интересных брюк. Он станет прекрасной альтернативой вашему повседневному образу. А если вы хотите сделать образ оригинальным и смелым, к примеру, вы можете одеть его вот с такой интересной базовой вещью, как футболка, с таким интересным принтом, дополнить образ такими ботильонами. И, конечно же, нужен яркий акцент. И он будет в виде красной сумки. Не бойтесь экспериментировать и пробовать составлять новые образы, имея в своем гардеробе простые и базовые вещи. Я готова. Привет, Наташа! Давай опять! Ну что, я тебя привел нашу участницу. Ты сможешь с ней сделать что-то грандиозное? Конечно! Ну, все, тогда я оставляю вас наедине. Ну, а для обладательниц кудрявых волос я хочу дать небольшой совет. Все же, если вы хотите иметь прямые волосы, нужно обратиться в салон к специалисту, который сделает на сегодняшний день самую популярную процедуру кератинового выпрямления и восстановления волос. С первого раза очень кудрявые волосы они не выпрямят, но при процедуре со второго и третьего раза ваши прямые волосы останутся всегда прямыми. Ну, а если же вы хотите всего лишь иногда менять свой образ, тогда вам подойдет выпрямитель для волос. Перед применением обязательно воспользуйтесь термозащитой, и тогда ваши волосы всегда останутся живыми и здоровыми. Ух ты! Смотрю, вы закончили! Да, вы сегодня звезды! А у меня еще одна звезда сегодня. С нами Римма, визажист. Супер визажист, высший класс. Мы продолжаем вечеринку, знакомьтесь. Привет, Настя! Может, мы продолжим наводить красоту? Настя, любой макияж нужно начинать обязательно с очистки кожи. И после этого только наносим базу под макияж. Кстати, база под макияж – это вещь, которой нужно уделить особое внимание и выделить место вашей косметичке. В зависимости от того, какой вид макияжа вы наносите, вам нужно определиться, какую базу под макияж использовать. Если у вас легкий дневной макияж, то достаточно будет использовать какую-нибудь легкую увлажняющую сыворотку, либо увлажняющий крем. И подсвечивающую базу, которую нужно нанести на определенные зоны, это выступающая часть скулы, и на зону под глазами. Если же вам предстоит сделать вечерний макияж, или же у вас проблемная кожа, то вам нужно выбрать именно ту базу, которая вам подходит. Если вы будете знать, какую именно базу нужно использовать, вы не будете испытывать проблем при выборе косметики в магазине. Например, если у вас жирная кожа, то нужно нанести матирующую базу на определенную зону, это так называемая Т-зона. К ней относятся лоб, спинка носа, галочка над губой, то есть носогубная складка и подбородок. Да, да, да. Я очень переживаю, вы понимаете? Когда будет платье уже? Лень, привет! Привет! Тихо, там они уже заканчивают. Ага, как проходит воображение? Все нормально, ну мы очень переживали за платье. Ты его нашла? Она офигенная. Главное, чтобы все было супер. Ну что, друзья, вот и подошел ответственный момент нашей передачи. Итог работы визажистов, стилистов, парикмахеров. Давайте узнаем, как Настя отреагирует на свой новый образ. Настя? Мы готовы? Она готова? Я готова, а ты готов? Как думаешь, работа завершена? Я думаю, что да. Мне очень нравится. Я уже тоже хочу взглянуть на себя. Поворачивайся! Ну что, как ты? Неожиданно. Потрясающе, мне очень нравится. Мы подобрали очень элегантное, красивое воздушное платье, которое максимально хорошо подчеркивает фигуру нашей героини. Аксессуары тоже играют немаловажную роль. Обрати внимание на ее серьги. Большие, массивные серьги, которые подчеркивают ее лебедины. Настя, ну в таком образе тебе только на обложку глянцевого журнала. Ты когда-нибудь участвовала в профессиональных фотосессиях? Нет, ни разу. Ты смотришь в зеркало, и ощущение непривычки сменяется ощущением восторга. Я думаю, что пришло время меняться, и когда я увидела, что я могу выглядеть по-другому и кардинально по-другому, я готова начать сама себя преображать. Это был хороший стимул, толчок к новым совершениям. Наша передача подошла к концу, милые девушки. Если вы тоже хотите оказаться на месте Анастасии и преобразиться до неузнаваемости, лайките и репостите это видео. С вами был Леонид Спартан. Всем неземной красоты. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok